здравствуйте в нашей средней полосе очень часто бывают возвратные холода это поздние заморозки которые у нас бывают практически до 6 7 и 8 июня но посадить нам овощи хочется пораньше для того чтобы получить как можно раньше нас урожай а некоторые овощи если мы посадим поздно они просто не успевают созреть и выход есть нужно сажать под укрытие многие пользуются пленкой но многие пользуются и укрывным материалом который сейчас все больше и больше приобретает популярность что такое нетканый укрывной материал это такое полотно которое произведено из полипропиленовых нитей она из названия видно что она не тканые она просто спекается определенным образом чем отличие его от пленки самый такой глобальное отличие пленка не пропускает ни воздух ни воду укрывной материал пропускает воздух и воду конечно не так интенсивно как ткань или что-то но все же она пропускает и вот под пленкой нужно обязательно регулировать температуру потому что если солнце в жаркий день нагревает грядку укрытую пленкой там образуется очень сильный парниковый эффект и очень жарко а под укрывным материалом парниковый эффект также образуется но такой жары как под пленкой нет когда мы приходим в магазин выбирать укрывной материал вдруг обнаруживается что он бывает разным укрывной материал имеет четыре типа плотности 17 грамм на метр квадратный 30 грамм на метр квадратный 42 и 60 грамм на метр квадратный еще есть и черный сейчас я вам расскажу чем они отличаются они отличаются на первый взгляд толщиной 17 грамм самый тонкий и 60 грамм самый толстый но они отличаются не только толщиной но и предназначением самый тонкий 17 грамм на метр квадратный укрывной материал можно использовать практически круглый год это защита от легких заморозков от 0 до минус 1 градуса но это еще и защита от палящих лучей солнце это защита и от вредных насекомых 17 укрывной материал не натягивают на дуги а его набрасывают прямо на растение потому что он очень легкий и он не давит на растение а вот на дуга хмис в местах соприкосновения с дугами он быстро стирается приходит негодность 30 укрывной материал чуть чуть поплотнее чем 17 он спасает от заморозков минус 1 минус 2 градуса он также накидывается просто на растение и также предохраняет их от перегрева от того чтобы они вот сгорели на солнцепёки и он также и стирается на дугах вместе соприкосновения вот 17 32 укрывной материал можно использовать еще раз повторюсь круглый год набрасывая прямо на растение более плотный 42 60 укрывной материал уже набрасывается на дуги а 42 материал выдерживает температуру 3-4 градуса а 60 5 6 и до 7 градусов мороза он выдержит вот эти кратковременные заморозки этот укрывной материал используется либо ранней весной либо поздней осенью для того чтобы продлить период плодоношения какого-то овощи или какой-то культуры вот эти материалы летом не используются потому что все-таки света они пропускают меньше чем легкие укрывные материалы и летом под ними будет слишком жарко перед покупкой обязательно определитесь для каких целей вы будете использовать этот укрывной материал и обязательно выберите правильную толщину кстати укрывной материал можно еще и использовать для зимнего укрытия теплолюбивых многолетников но об этом мы расскажем позже еще продажи можно увидеть черный укрывной материал он очень плотный это 60 укрывной материал как он используется во-первых этим укрывным материалом ранней ранней весной можно накрыть площадку прямо по снегу для того чтобы она быстрее растаяла и вот тогда на этом месте можно сажать опять и под укрытие ранние холодостойкие овощи редис салат и другие и этот материал служит мульчирующим материалом то есть это мульча через которую не прорастают сорняки это защита от перегрева корней материал пропускает воду и прям по нему можно поливать как его использовать вам покажем на практике когда выйдем в открытый грунт и будем сажать а наши советы надеюсь помогут вам выращивать ранние овощи спасать овощи правильно от перегрева и от насекомых применяю кровной материал